Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в течение рождественского поста Господь ежедневно научает нас тайнам Царствия Божия. И вчера мы слышали Его предсказания о том, что произойдет с Иерусалимом, о том, как Иерусалимский храм будет разрушен, и о том, какие будут признаки Его Второго пришествия. И мы слышали, как Он говорил о том, что будут войны, будут землетрясения, будут моры, море будет волноваться, люди будут жить в страхе. А вот сегодня мы слышим продолжение того, что Он говорил. И мы слышим, как внезапно в Его речи меняется тональность. И Он говорит, когда вы услышите обо всех этих событиях, то восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо избавление ваше близко. И вот Господь этими словами призывает нас не бояться тех бедствий, которые постигают людей в последние времена. Не в страхе ожидать конца света, а думать о нашем избавлении, которое придет от самого Господа Иисуса Христа. Об избавлении от чего? Об избавлении от болезней, от скорбей, от напастей, от всего того, о чем Он говорил вчера, и что предсказал в связи со Своим Вторым пришествием. И Он сказал, говорю вам, что род сей не придет, а все сие совершится. И некоторые воспринимали эти слова Господа буквально, что все, что Он предсказал, должно свершиться на глазах того поколения, которое стало свидетелем Его пришествия в этот мир. И действительно, что-то из этого свершилось на глазах того поколения. И те люди, которые слышали предсказания Господа Иисуса Христа о разрушении Иерусалима и Иерусалимского храма, по крайней мере, некоторые из них дожили до того, как все это произошло, и они стали свидетелями этих событий. Но другие события, о которых Господь предсказывал, они продолжают разворачиваться в течение вот уже двух тысяч лет. И мы не знаем, насколько еще хватит долготерпения Божие, и как долго еще будет развиваться наша человеческая история. Но мы видим, что события, которые Господь предсказал, происходят снова и снова. И каждый раз, когда человечество постигает какое-то бедствие, люди начинают задумываться о том, что же такое происходит и почему это происходит. Вот мне вчера вечером пришлось присутствовать на одной беседе, которую вели светские люди, в основном далекие от церкви. И один человек сказал, ну что же это такое, на нас кто-то наслал, вот эта напасть, которая сейчас кем-то нам послана. И так многие люди воспринимают то, что происходит вокруг нас. Кто-то по каким-то причинам что-то на нас наслал. Но мы верующие люди, мы видим во всех этих событиях, в том числе и в бедствиях, и в испытаниях, которые постигают нас, наших близких, окружающих нас людей. Мы видим во всем этом руку Божию, и мы видим во всем этом проявление милости Божией к нам. Если мы обратимся к ветхозаветной истории, то мы увидим, что всякий раз, когда люди забывали Бога, Бог напоминал им о себе. И иногда он напоминал о себе через пророков и боговитцев, как, например, через Моисея, который восходил на гору и беседовал с ним, а потом передавал людям то, что он услышал от Бога. Или через пророков, которых Бог избирал для того, чтобы они возвещали людям Его волю. Но иногда, если люди продолжали упорствовать, если они не каялись, если они создавали для себя ложные идеалы и поклонялись ложным идолам, то Господь посещал их через стихийные бедствия, через войны, через глады, через моры, через все то, что Он предсказал в связи со Своим Вторым пришествием. Поэтому нам не приходится удивляться тому, что и в наше время, когда очень многие люди забыли Бога, когда целые государства и целые регионы пытаются построить общество и построить человеческое благополучие на идеях, очень далеких от религиозных, когда люди решили взять свою судьбу в свои руки и отказаться от того, чтобы вслушиваться в волю Божию. Вот тогда Господь и напоминает людям через подобного рода события, как те, что происходят вокруг нас, о том, что Он есть, о том, что Он всех видит, о том, что Он знает, как люди себя ведут, о том, что Он всех нас любит и о нас заботится. Но заботится не только о нашем телесном благополучии, а заботится о нашем спасении. А для того, чтобы мы спаслись, мы должны иметь очень крепкую и твердую веру и уповать на Его любовь и на Его милосердие. И для того, чтобы спастись, мы должны постоянно вслушиваться в слово Господа Иисуса Христа, обращенное к нам. Господь сегодня напоминает нам, мир сей придет, а слова мои не придут. Это значит, что слова Господа Иисуса Христа имеют неприходящее значение. Они имели это значение тогда, когда Он их произносил, они имеют это значение сейчас, они будут иметь это значение до скончания мира, и даже когда мир закончится, все равно слова Господа Иисуса Христа будут иметь то значение, которое Он в них вложил. Потому что это не слова человеческие, а это слова Божии, обращенные к нам. И даже когда мы перейдем в иной мир, эти слова будут иметь для нас значение. Вот Церковь и напоминает нам каждый день о том, чтобы мы вслушивались в этот голос Божий, который звучит через Ее голос, который звучит через чтение Евангелия за богослужением, который звучит через проповедь священников, который звучит через само богослужение, чтобы мы в этот голос вслушивались, и чтобы мы, видя грозные предзнаменования последних времен, не унывали, не падали духом, а наоборот, восклонялись и ожидали своего избавления. И Господь сравнивает эти последние времена с расцветающим деревом. И, казалось бы, почему такое неожиданное сравнение? Он говорит о том, что когда вы увидите, что смоковница покрывается листьями и другие деревья, то вы должны знать, что лето близко. А Господь именно потому привел такое неожиданное сравнение, что во всех этих бедствиях, постигающих всех нас и человечества, мы видим руку Божию, мы видим предзнаменование Его пришествия. Но этого пришествия мы не боимся и не страшимся, а мы ожидаем Его, как той духовной весны, которая приведет нас к лету Царствия Божия. Будем жить этим ожиданием Царствия Божия, будем жить тем предвкушением Царствия Божия, которое мы ощущаем всякий раз, когда приходим на Божественную Литургию и когда причащаемся к святых Христовых тайн. И тело Христово, и кровь Христовы становятся в каждом из нас залогом этого Небесного Царствия. И будем спокойно со смирением, с упованием на волю Божию и на милость Божию смотреть на все, что происходит вокруг нас, а духовным взором прозревать в то Царствие Небесное, которое открывается нам здесь и сейчас через слова Господа Иисуса Христа и через Божественную Литургию, и которое во всей полноте откроется для нас тогда, когда мы перейдем в жизнь вечную. Аминь. Храни вас всех, Господь! Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода